Звонимир же всю свою жизнь ночевал на твердых скамьях, на настоящем дубе, говорит он в шутку. Он не выносит постельного тепла, ему снятся дурные сны на мягком морде. Первое задание – текст на иностранном языке, второе – текст на русском, третье – стихотворение. Времени на подготовку нет, нужно вытянуть лист бумаги, как на экзамене, и сразу читать. Елене Малаховой достался отрывок из произведения «Отель Совой». В таком конкурсе я участвую впервые. Раньше я читала свои стихи и других авторов. Решила попробовать себя в такой спонтанной сфере. Конкурс открытый, можно послушать, как читают другие участники. Награды каждому, кто выходит на импровизированную сцену – аплодисменты. Оценивают выступления жюри и параметров несколько техникочтений, артистизм. Система шестибальная, за каждую ошибку снимается полбалла. Человеку дается произведение, которое он, допустим, никогда до этого даже и в глаза не видел. Ему необходимо его правильно прочитать, грамотно. В поэзии это надо соблюсти ритм, ударение правильное расставить. Даже если автор задумал неправильное ударение, несоответствующее грамотности русского языка, то нужно уметь это прочитать так, как задумал автор. Это лишний балл будет участнику. Леонид Резников в этот раз пришел послушать, как читают другие. Он победитель регионального этапа первого конкурса «Открой рот», который прошел четыре года назад. Вышел в финал и на всероссийском этапе занял второе место. Победа, рассказывает он, не прошла даром. Сейчас Леонид Резников является постоянным чтецом в песочном театре «Брим». Его ежегодно приглашают на паустовские чтения. Победить тогда было непросто, но помог жизненный опыт. Надо было читать сонеты Шекспира. Здесь мне повезло, потому что я знал, что сонеты – это такая стихотворная форма, которая состоит из 12 строчек, три-четыре сиши, и еще две строчки как бы морали или заключения. А две конкурсантки, которые вышли со мной в заключительный тур, этого, наверное, не знали. И они просто читали все подряд. Так что вот так я и выиграл. Партнерами этого сезона является национальная литературная премия «Большая книга» и литературная премия имени Александра Пушкина «Лицей». В финальных турах участники прочтут отрывки с книг финалистов этих премий. Рязань на фестивале будет представлять Дарья Порскорякова. Она стала победителем регионального этапа. Дина Слеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».